Ребята, здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего урока – масштаб. Сегодня на уроке мы с вами продолжим решение задач с применением масштаба. Для начала давайте, ребята, вспомним определение, что называется пропорции. Пропорция – это равенство двух отношений. Ребята, мы с вами вспомнили, что такое пропорция. Давайте сейчас подумаем, где применяется понятие пропорции. Пропорция широко используется в медицине, химии, кулинарии, географии, литературе, музыке, биологии, архитектуре, изобразительном искусстве, физике, технологии. Подумайте, пожалуйста, как вы считаете, как изобразить дом в тетради? Конечно же, мы должны учитывать определенные размеры, отношения размеров дома в действительности и на чертеже. Например, мы говорим, длина дома 8 метров к 8 сантиметрам, ширина дома 6 метров к 6 сантиметрам, высота дома 4 метра к 4 сантиметрам. Итак, ребята, давайте с вами вспомним, о чем речь идет. Отношение длины отрезка на карте к длине соответствующего отрезка на местности называют совершенно верно. Это есть масштаб, ребята. Подумайте, пожалуйста, масштаб показывает, во сколько раз расстояние на плане меньше, чем расстояние на местности. Где применяется масштаб? Конечно же, в географии, в биологии, в моделировании, в архитектуре. Ребята, следующее задание – установите соответствие между элементами правой и левой колонок. В левой колонке, обратите внимание, этот масштаб дает увеличение, то есть вы должны выбрать правильный к нему ответ. Показано изображение, определение масштаба, данный объект в действительности. Давайте проверим. Молодцы, ребята. А сейчас я вам предлагаю, ребята, посмотреть следующее видео. Как далеко отсюда кинотеатр? Примерно 200 метров. Как ты узнал? Я узнал это из карты. На каждой карте указан масштаб, который подскажет, как вычислить действительное расстояние по данному расстоянию на карте. Например, на этой карте 1 сантиметр равен 100 метрам в действительности. На карте кинотеатр находится рядом с нами. Расстояние между этими точками равно 2 сантиметрам. В действительности это 200 метров до кинотеатра. Длина Большого Алматинского канала приближенно равна 170 километров. А на карте это изображено отрезком 17 миллиметров. Найдите масштаб карты. То есть используем нашу таблицу на чертеже на местности. Если у нас на чертеже 17 миллиметров, давайте его сразу переведем в сантиметры. Это есть 1,7 сантиметра. На местности 170 километров переводим в сантиметры. У нас получается 17 миллионов сантиметров. Надо найти масштаб. Давайте с вами вспомним определение масштаба. Записываем решение. И у нас получается масштаб равен 1,7 разделить на 17 миллионов. Сокращаем. И у нас получается масштаб будет равен 1 к 10 миллионам. Записали ответ. Следующая задача. Мадина нарисовала план своего сада в масштабе 1 к 50. В саду находится клумба с цветами прямоугольной формы. В действительности длина клумбы составляет 1 метр. Сколько сантиметров в длину будет клумба на чертеже у Мадины? Используем нашу таблицу. На плане неизвестно. На местности 1 метр будет равен 100 сантиметров. Тогда у нас еще известен масштаб 1 к 50. Используя определение масштаба, мы будем с вами составлять пропорцию. То есть неизвестное берем за х. Расстояние на местности 100. Получаем отношение х к 100. И масштаб будет 1 к 50. Находим неизвестный член пропорции. И мы получаем ответ 2. Следующая задача, ребята. На рисунке дерево. Высота дерева 10 метров. Определите масштаб рисунка. Давайте с вами воспользуемся таблицей. На местности 10 метров это будет 1000 сантиметров. А как же быть на рисунке? Давайте внимательно с вами изучим наш рисунок. В одно деление у нас равно 1 сантиметру. Тогда высота нашего дерева 10 единиц. В данном случае у нас будет равно 10 сантиметрам высота нашего дерева. По определению масштаба у нас будет равно 10 тысячных. То есть масштаб будет равен 1 к 100. Следующая задача. На карте с масштабом 1 к 20 тысячам расстояние между школой Ермека и его домом составляет 15 сантиметров. Каково это расстояние на местности? Давайте подумаем, что нам известно. Используем нашу таблицу. На карте известно 15 сантиметров, на местности неизвестно. И еще известен у нас масштаб. Тогда используем определение масштаба. Составляем пропорцию, которая будет выглядеть следующим образом. 15 деленное на х равно 1 к 20 тысячам. Х будет равен 15 умножить на 20 тысяч. То есть х будет равен 300 тысяч сантиметров, которые мы с вами переведем в километры. Ответ равен 3 километрам. Задача следующего характера. Мы все любим путешествовать, ребята, на своих автомобилях. Итак, длина автомобильной дороги от Уральска до Отрав приближенно равна 510 километров. Найдите длину от Уральска, изображающего эту автомобильную дорогу, на карте с масштабом 1 к 3 миллионам. Решение. Используем таблицу. Что нам известно? Нам известно, что на местности 510 километров мы сразу переводим его в сантиметры, и у нас будет 51 миллион сантиметров. Известен также масштаб 1 к 3 миллионам. Тогда, используя определение масштаба, мы составляем пропорцию, которая будет выглядеть таким образом. Х деленное на 51 миллионов равен как 1 деленное к 3 миллионам. Находим неизвестный член пропорции. Х будет равен 51 миллионов разделить на 3 миллиона, и х равен 17. То есть ответ будет равен 17 сантиметров. Следующая задача про крыло насекомого. Длина крыла насекомого, нарисованного масштабе 5 к 1, равна 3 сантиметрам. Определите истинную длину в миллиметрах крыла насекомого. Воспользуемся нашей таблицей. На рисунке 3 сантиметра истинная длина крыла нам неизвестна. А также нам известен масштаб 5 к 1. Итак, ребята, решение. У нас масштаб известен. Составляем пропорцию 3 к х как 5 к 1. Отсюда находим неизвестный член пропорции. И х будет равен 3 пятых, или же х равен 0,6 сантиметров. А нам было сказано найти в миллиметрах. Переводим в миллиметры, и у нас ответ будет равен 6 миллиметров. Итак, ребята, сегодня мы закончили изучение темы масштаб. Мы с вами научились применять масштаб при решении задач. На этом урок завершен. Всего доброго!